Доброе утро, уважаемые саровчане! На сегодня, 11 июня, у нас 250 в общей сложности заразившихся коронавирусной инфекцией. При этом выздоровело 94 человека. И нарастающим итогом мы видим, что больные прибавляются гораздо быстрее, чем люди выздоравливают. Выздоровело за дни, пока мы с вами не общались, 4 человека, а заболело вновь 51. И в среднем у нас по заболеваниям идет примерный прирост ежедневно до 20 новых случаев. Вот на такой уровень мы вышли, и мы его сохраняем. По датам, если вы следите внимательно за сводкой, то эти цифры неравномерно распределены. То 17, 2, потом 26, 23. Это зависит от того, когда устанавливается диагноз. Диагноз устанавливается не с даты заболевания, а с даты, когда он подтвержден лабораторным анализом. Значит, вот был у нас день, когда было выполнено анализов гораздо меньше. Не смогли мы их все выполнить в выходной день. Поэтому и распределилось неравномерно. Но заболеваемость при этом идет по своим законам. Эпидемический процесс, не прерываясь, плавно идет по всем своим законам эпидемиологическим. И сейчас прирост у нас реальный в городе – около 20 новых больных, около 20 в сутки. И такой прирост, который, если в коэффициенте сказать, составляет примерно на сегодняшний день 1,1, 1,2, вот такой прирост, он как раз характеризуется для данного заболевания таким умеренным ростом. То есть мы с вами, благодаря тому, какие меры принимаем, мы сдерживаем этот эпидемический процесс. Вот вариант сдерживания как раз и дает нам то, что у нас нет больших вспышек, у нас нет резких подъемов, и у нас нет очень тяжелых случаев. Но при этом давайте все-таки разберемся со случаями. Для того, чтобы понимать, кто и как болеет. У нас, с учетом, что 250 больных, нарастающих итогом, и уже 94 человека выздоровело, продолжают таким образом болеть 156 человек. И из этих 156 человек 34 человека госпитализированы. То есть вы видите примерно, что где-то до 20% от всех наших больных, они лечатся в условиях различных больниц. При этом в нашей больнице сейчас на утро 28 больных, из них 18 средней тяжести, и 6 больных в Нижнем Новгороде по трем в основном учреждениям здравоохранения. Двое по-прежнему в 23 больнице, они легкие. Один в 33 больнице, он легкий. И три человека в Помце. Это та наша организация, куда мы по маршрутизации больных пересылаем наиболее больных, либо тяжелых, либо с тяжелой сопутствующей патологией, за которых мы переживаем, которые требуют более серьезного оказания помощи. Так вот из этих трех на сегодняшний день у нас один легкий, один средне тяжелый и один тяжелый. Я бы даже сказала, очень тяжелый. Вот для нас это серьезный сигнал. Правда, надо справедливости ради сказать, что это достаточно пожилой мужчина с очень тяжелой сопутствующей патологией, с заболеванием таким серьезным, перенесшим ранее операцию достаточно серьезную. И вот на фоне такого вот фона, на фоне фона, значит, на фоне вот такого заболевания, его заболевание, уже заражение коронавирусной инфекцией, конечно, резко подрывает его здоровье. И оно может протекать более уже тяжело. За него мы очень опасаемся. Значит, вот напомню, что у нас сейчас один тяжелый, можно даже сказать и очень тяжелый, и он находится в Помце. Поэтому, несмотря на то, что мы видим, что у нас в целом от всех наших заболевших 87% лиц – это люди, переносящие заболевания в легкой форме, и только 13% в средне тяжелой и тяжелой. Но при этом даже один вот этот тяжелый вызывает у нас большое опасение. именно он напоминает нам, что нельзя сейчас сдаваться и нельзя сейчас все пускать на самотек. Вот если по цифрам мы видим, что мы вышли на некий уровень эпидемического процесса, когда у нас ежедневный прирост 20 новых случаев, и эти 20 распределены примерно таким образом, что уже меньшая доля, уже где-то четверть, а иногда и пятая часть там в разные дни по-разному – это случаи, когда есть привозные, причем привозные – это уже стали не просто от посещений других городов, все-таки многие отказались от этих посещений, а это в основном лица, приезжающие из лечебных учреждений, которые лечились, которые уже были больны, и в дороге где-то схватили вирус и продолжают болеть. У нас есть случаи заболевания и заражения уже в семьях, и уже есть цепочки, которые идут по работе, и уже есть цепочки, которые идут по друзьям и знакомым. И вот это наша расслабленность, которая говорит о том, что люди считают, что мы молодые и сильные, мы легко переболеем, все-таки давайте помнить о том, что это заболевание. И мы пока, во всяком случае, действительно хорошо это заболевание сдерживаем. Вот по количеству заразившихся мы сейчас с вами примерно от общего нашего населения, у нас общее число переболевших 0,2 от общего количества населения заразились. Это, конечно, очень мало. Если бы мы ничего не сдерживали, сравниваю с обычными острыми респираторными вирусными инфекциями, при которых у нас сразу махом заражается 10% населения. Вот просто сразу, моментально, буквально какой-то за 1-2 инкубационных периода заражается до 10% населения. Но при этом еще и к этим заболеваниям у нас есть выработанный иммунитет, когда у нас часть населения переболела, и стойки имеют иммунитет, и часть населения имеет вакцинальный иммунитет, потому что мы прививаемся от гриппа, у нас есть от гриппа прививка, которая нас защищает. В данном случае вирус новый, иммунитета у нас нет, и при этом заболевших только 0,2. Вот оно, наше достижение, вот что нам дает это. Но при этом мы видим, куда мы движемся. Мы с вами живем не на отдельной планете, и мы видим, как в соседних с нами регионах развивается ситуация. Нижегородская область всего на сегодняшний день заразилась 0,4 от общего количества населения. Те, кто официально зафиксирован, кому лабораторный анализ подтвержден. Дальше идем. Московская область 0,6. Ну и конец Москва, на которую мы все смотрим и думаем, что, наверное, вот так у большинства городов и будет развиваться. Ситуация, потому что Москва тоже хорошие меры предполагала, но у них достаточно большая, все-таки большая скученность населения, чем в нашем городе. И у них, они уже говорят сейчас о том, что у них появляется прослойка иммунных людей, которые не заболевают, они потихонечку снимают различные ограничения. Но у них уже на сегодняшний день переболело около 2%, то есть на порядок от их населения, то есть на порядок выше, чем в нашем городе. Поэтому продолжаем соблюдать все меры профилактики. Сейчас у нас население города распределилось примерно на 2 группы. Одни люди считают, что нужно быстрее с этим заканчивать и переболевать. Я их в этой части хочу немного ограничить. Вспоминайте, опять же, о стариках и детях. Дети стали болеть чаще. Вот в этих новых наших случаях, которые у нас на сегодня в 250 уже входят, у нас достаточно много детей разновозрастных. И если дети все-таки болеют у нас в легкой форме, то вот опять обращусь к нашим средне-тяжелым и тяжелым формам. Это в основном люди уже пожилого возраста. Таким образом, впереди праздники. Поздравляю вас всех с этими праздниками. И призываю придерживаться тех же правил профилактики заболевания. С тем, чтобы мы эпидемический процесс прошли плавно и замечательно потом из него смогли выйти. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok